Только что завершился первый день главного судебного разбирательства по делу об убийстве Салтана Тнукеновой. На скамье подсудимых Куандык Бешимбаев, гражданский муж Тнукеновой и его двоюродный брат Бахаджан Байжанов. Я напомню, что это первое слушание по делу Бешимбаева, которое идет с участием суда присяжных. Сегодня с утра был отбор. Снимать их на видео и показывать их лица строго запрещено законом. Сегодня во время процесса после обеда судья несколько раз напомнила операторами-журналистами, всем присутствующим на процессе, что присяжные должны сохранять анонимность. Их лица нельзя размещать в социальных сетях, иначе за это последует наказание. В целях исключения непроцессуального контакта с присяжными заседателями, а также учитывая большой общественный резонанс по настоящему делу и трансляцию дела в социальных сетях, и прежде всего в интересах правосудия средством массовой информации запрещается фото-видеосъемки присяжных заседателей. Всем понятно? Присяжных заседателей снимать на видео и фотографировать вы не должны. В случае несоблюдения этих требований и в случае появления в социальных сетях фотографии либо каких-то съемок из зала судебного заседания, где изображены присяжные заседатели, судом будут приняты соответствующие меры, и это средство массовой информации, либо другое иное издание, оно будет удалено из зала судебного заседания, и будут приняты соответствующие меры. Всем все понятно? Сегодня уже перед присяжными прокуроры вновь зачитали материалы, которые собрало следствие. Так, по словам прокурора Айжан Аймаганова, судебно-медицинская экспертиза трупа погибшей показала, что в крови салтанат Нукеновой выявили менее полутора процента спирта, что оценивается как незначительное влияние алкоголя на организм. В частности, прокурор заявила, что при химико-токсикологическом исследовании внутренних органов Нукеновой наркотических, лекарственных и психотропных веществ не обнаружено. После вскрытия мочевого пузыря была произведена проба на наркотические средства, которые также дали отрицательный результат. Сегодня же прокуроры перечислили все травмы, полученные салтанат ориентировочно за несколько часов до смерти. В 6.56 часов утра Бешимбаев, находясь в алкогольном опьянении, вывел из вип-зала одетую поверх нижнего беля в его куртку черного цвета Нукенову и спустился вместе с ней на парковку, где находилась автомашина Бешимбаева марки Toyota Land Cruiser 200. Сев за руль автомашины и включив зажигание, Бешимбаев, находясь в нетрезвом состоянии, решил выехать в сторону дома, поскольку не хотел, чтобы Нукенову в избытом состоянии видел персонал ресторана, но не смог выехать за территорию здания гастроцентра, а заехал на тротуар, и в это время это увидел охранник парковки и остановил автомашину. Затем в 7.16 часов Бешимбаев, не отпуская Нукенову, вместе с ней поднялся в ресторан БАУ, и в это время Бешимбаев, находясь в алкогольном опьянении, разоренный тем, что не смог выехать в сторону дома, находясь в состоянии крайней агрессии и испытывая возникшие неприязные отношения к Нукеновой на почве ревности, терзающий его на протяжении длительного времени, задался преступным умыслом, направленным на совершение убийства, то есть умышленное причинение смерти Нукеновой. Во исполнении задуманного Бешимбаев, находясь в алкогольном опьянении, пользуясь своим физическим превосходством, движимым противоправным умыслом, направленным на умышленное совершение убийства с особой жестокостью, осознавая тяжесть и жестокость своих преступных действий и, желая наступления неотвратимых последствий, находясь в холле ресторана, нанес серию сокрушительных для женщины ударов кулаками рук по жизненно важному органу голове Нукеновой, от которых последняя, испытывая жуткая боль, упала на пол. После чего Бешимбаев, подчеркивая неизменность и оскорбительность своих преступных действий, ногами, обутыми в осеннюю обувь, стал целенаправленно наносить удары по незащищенному телу ягодицам Нукеновой. Затем, приподняв Нукенову с пола, он ввел нанос удар кулаком по голове Нукеновой и, схватив ее за волосы, с жестокостью волоком затащил в ВИП-зал. Я еще раз перечислю. Это закрытно-черепно-мозговая травма, множественные ссадины, кровоподтеки лица, левой ушной раковины, левой заушной области, оскольчатый перелом носовой кости, кровоподтек, ссадины и ушибленная рана подбородочной области, кровоизлияние в мягкие ткани лица носовой области, верхней челюсти подбородочной области, кровоизлияние в мягкие ткани головы лобно-теменной области. По словам прокурора, все эти травмы могли образоваться в срок менее суток до наступления смерти. 9 ноября около 10 часов 20 минут дня Байжанов приехал на свое рабочее место, поднялся в ресторан-бал, расположенный на втором этаже, где зашел в ВИП-зал номер один, где находились Бешимбаев и Нукенова. Но Бешимбаев сначала настоял, чтобы никто не заходил и попросил принести одеяло. Далее заправ одеяло из раздевалки Байжанов принес их в ВИП-зал один и увидел Нукенову, которая находилась в бессознательном состоянии, в позе полулежа, нехарактерно здоровому человеку. Откинув голову назад и со множественными травмами на лице и другими видимыми частями тела полуобнаженная в верхней одежде издавала неестественные хрипы. Кроме того, Байжанов заметил беспорядок внутри указанного ВИП-зала номер один, то есть повреждение двери, разбитую посуду, кровь человека, вырванные волосы, и понял, что Бешимбаев в очередной раз избил Нукенова. Также сегодня на процессе Куандек Бешимбаев заявил, что вину не признает. Он сказал, что у него не было возможности рассказать свою историю ни на досудебном расследовании, нигде вообще. Все, что сейчас было зачитано прокурором, по мнению Бешимбаева, это во многом измышления, которым нет никаких подтверждений и свидетельств. Не признал он свою вину и по другой статье обвинения, 99-й. Это убийство с особой жестокостью. Подсудимый Бешимбаев, прошу встать. Вам понятна суть предъявленного обвинения? Да, мне понятна суть предъявленного обвинения. Суть обвинения понятна, да? Подсудимый, согласно статье 365-й части 2-й уголовно-профессионального кодекса, разъясняю, что вы не связаны признанием или отрицанием вины, сделанного на досудебном расследовании по делу, и не обязаны отвечать на вопрос, признаете свою вину или нет. Ваше умолчание будет истолковываться судом как непризнание своей вины. Вы согласны сообщить суду свою позицию по предъявленному обвинению? Да, я согласен. Согласны сообщить позицию. Вину по предъявленным вам обвинениям признаете? Не признаю. Вам вменяется причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иные насильственные действия, совершенные в отношении лица, находящихся в материальной зависимости от виновного. То есть, статья 110-я, часть 2-я, пункт 1. По этой статье вину полностью не признаете. Я хотел бы сказать, Ваше честь, у меня даже не было возможности рассказать свою историю ни на досудебном расследовании, нигде вообще. Все, что сейчас было зачитано прокурором, это во многом измышление, которым нет никаких подтверждений и свидетельств. Поэтому я еще раз говорю, что по статье 110-й такого преступления с моей стороны совершенно никогда не было, я не признаю это вину. Хорошо. Так, по этому пункту обвинения вину не признаете полностью. По следующему пункту обвинения, а именно статья 99-я, часть 2-я, пункт 5-й Уголовного кодекса. Аналогичное заявление делаю и по этому пункту. Вину также в полном объеме не признаете. Я не то, чтобы в полном объеме, я говорю о том, что я не совершал умышленного убийства человека с особой жестокостью. Хорошо. У меня будет возможность, я надеюсь, изложить свою историю. Да, конечно, у вас будет возможность после определения порядка исследования доказательств судеб, при даче показаний, у вас будет возможность все высказать судом. Также не признал свою вину и брат Куандыка Бешимбаева, Бахаджан Байжанов. Он заявил, цитирую, не знает, совершил ли он преступление. Он признал, что действительно просил удалить видеозаписи, а также просил отвезти телефон Салтанат Нукеновой домой. Как заявил Байжанов, он не знает, совершил ли он преступление. На тот момент он не понимал, что Салтанат умирает или умерла. Хорошо, вы свою позицию подробно более при допросах изложности. По объему обвинений, какая у вас позиция? Вы, наверное, с защитниками согласовывали позицию свою? Да, согласовываю. Вину по предъявленным пунктам обвинения признаете или не признаете? Я не знаю, совершил ли он преступление. Хорошо, такой у вас ответ на данном этапе. Прошу, имеются ли у участников процесса вопросы на уточнение позиции подсудимого? Сторона обвинения? Нет. Пока нет. Так, потерпевшие и его представители? Нет. Так, сторона защиты. Есть вопросы на уточнение позиции подсудимого? Нет. Все, подсудимый, прошу садиться. Следующее судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 29 марта. Судья зачитала порядок, по которому будет проходить слушание в пятницу. Суд постановил, порядок исследования доказательств судебного заседания начать с допроса потерпевшего, затем перейти к допросу свидетелей, далее к допросу экспертов в случае необходимости, далее перейти к исследованию материалов уголовного дела, затем уже выслушать показания подсудимого. При этом разъясняю, что подсудимый вправе давать показания в любой момент судебного следствия. Такой порядок будет судом определен. Так, поскольку порядок судебного заседания был определен, в судебном заседании объявляется перерыв до 29 марта до 10 часов. Перед перерывом предлагаю участникам процесса определить график рассмотрения дела, чтобы не было срывов в судебном заседании в дальнейшем. Так, 29 числа судебное заседание будет 10 часов и 14.30 будет продолжение. Я отмечу, что сегодня присяжным дали возможность ознакомиться с делом. Для них государственные обвинители изложили суд дело. В пятницу процесс начнется с показания потерпевшей стороны, потом свои показания будут давать свидетели, затем эксперты. Будут также озвучены исследования материалов дела и показания подсудимых. А на сегодня это все, дорогие друзья. Мы внимательно будем следить за тем, как проходит этот судебный процесс и рассказывать вам в мельчайших подробностях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До скорого!